Берем бол и кручу, пояс хочу. Всем привет, с вами подкаст «Это Победа» и Георгий Беда, и Михаил Панков. Вот, мы хотели обсудить определенную тему, и давайте, первая тема будет, должен ли в Москве быть какой-то универсальный коуч, который имеет право выдавать пояса и аттестовывать ребят, если они достигли какой-то определенной планки. А, давайте немножко расскажу о том, как я себе это представляю. Я дал сам себе синий пояс, потому что мне в моей академии сказали, типа, мы не дадим тебе синий пояс, там, не буду рассказывать, почему это произошло, но мне сказали, синий пояс ты не получишь. Я пошел смелым путем, я купил себе пояс, обвязал его вокруг талии и пошел выступать по синим поясам. Но эта проблема бывает не только у меня. Бывает, человек тренируется в академии, там, побеждает старших поясов, выступает на соревнованиях, но его никак не награждают следующим поясом. Он не может напрямую задать тренеру вопрос, мол, слышь ты, дай мне следующий пояс. Он понимает, что после этого ему точно ничего не дадут. И ему ничего не остается, кроме как-либо менять академию на ту, где ему точно дадут следующий пояс, либо тихо-либо ждать. Я предлагаю такой концепт, что в Москве должен быть такой универсальный тренер, обязательно высокий пояс, к которому человек может обратиться. Он может прийти и сказать, уважаемый, я такой-то, такой-то, занимаюсь столько-то, выступаю там-то, и вот мне никак не дают следующий пояс, но я всем нутром чувствую, я его достоин. Давайте это организуем. Этот тренер, коуч, ему говорит, хорошо, вот у меня для тебя список требований, экзамен, ты его сдаешь, ты получаешь следующий пояс. Я считаю, что такая система должна быть, почему? У нас же есть независимая экспертиза оценки машин, квартир, даже неба, даже всего. Почему бы нам не создать независимую оценку твоих навыков в джиу-джитсу? Ну подожди, а сам экзамен, то есть он заранее тебе говорит тему, и ты готовишься, или это экспромт? Ты приходишь, он такой, вкручивайся, и ты вкручиваешься. Я думаю, что экзамен должен быть обширным, он должен быть и на знании техник. Почему? То есть обычно я считаю, что экзамены на знании техник – это дичь. Но если ты приходишь и хочешь получить следующий пояс как бы вне, ты должен реально показать, что ты знаешь много техник. Нет, подожди, вопрос был другой. Вопрос, готовишь ли ты заранее к этому экзамену, либо ты приходишь, и он сразу тебе такой, пожалуйста, 10 вариантов арбара с сайт-контроля. Да, я договорю. Я считаю, что, наверное, это должен быть общеизвестный список, но немножко редактируемый под человека. То есть, допустим, если к тебе приходит какой-то активно выступающий чувак, ему нужно, наверное, усложнить этот экзамен. Если тебе приходит дедушка, занимающийся для себя, дать какую-то более простую версию, более направленную на технику, а не на Рубилова. То есть, получается, сам коуч должен быть компетитором по логике, чтобы он мог трезво оценивать твои навыки, которые ты сможешь на соревнованиях показывать. Коуч должен вывозить. Вот таким русским словом. Я, наверное, приведу в пример Коля Чучкалова. Он не выступает на соревнованиях, но я думаю, Коля Чучкалов вывозит на уровень черного пояса, и те, кто в этом сомневаются, могут прийти к нему в Айкан и проверить, как бы вывозит Коля или не вывозит. Подожди, я думал, тренер Бразилом должен быть. Ну, чтобы пафосно. У тебя вот грамота от Бразила. После Лудус Академии, я думаю, грамота от Бразила – это скорее минус. Реклама не проплачена. Если наши трупы найдут в лесу, вы знаете, что виноват Михаил. Панков виноват во всем. Мне, в принципе, эта идея не очень нравится, потому что я не вижу смысла в получении следующего пояса. Ну, как бы ты ходишь на соревнования, ты выигрываешь, ты получаешь фан. Вряд ли ты приходишь на соревнования и выигрываешь каждого за 10 секунд. То есть, условно, даже если ты старший пояс, белого пояса, который занимается год, ты не сможешь засабмитить зачастую за 10 секунд. То есть, вряд ли твои соревнования будут выглядеть как 10-секундные схватки. В любом случае, тренер в каком-то моменте ему придется аттестовать тебя и продвинуть на следующий левел, потому что к нему будут подходить люди просто на трибунах и говорить, что это животное здесь делает, пусти его в следующий дивизион. Я говорю не о том, когда человек этого заслуживает вот прям объективно-объективно, и об этом говорят люди. Я говорю о том, что когда у этого человека заиграла гордость, то есть, окей, у тебя заиграла гордость, и 21-й век мы можем позволить себе какие-то нестандартные пути решения. Окей, ты хочешь, иди и замути себе пояс у какого-то независимого эксперта. Потом будешь говорить, вот, у меня пояс ты твой эксперт, у меня даже бумажка есть. И при этом, если ты, получив этот следующий пояс, пойдешь на соревнования и на них вывезешь, в принципе, к тебе вопросов-то не будет. Но если ты после этого спрячешься где-то в подвале, будешь бороть младших поясов и никуда не выходить выступать, вопросы к тебе возникнут, даже если ты получишь просто своего тренера. Ладно, давай так. А цена сей услуги? Вот как объективно ты можешь оценить? Вот, допустим, к тебе приходит условно ты, мы тебя наняли этим экспертом. Прошло вот три года, по какой-то причине ошибочно, тебе дали следующий пояс, черный. Ужас какой. Миша, черный пояс, да? Просто кто-то в могилах сейчас переворачивается. И к тебе приходит белый пояс и говорит, что вот в моем зале мой тренер говорит, что я не достоин синего, а я вот берембола кручу. Ну, ты понял. Берембола кручу. Пояс хочу. Да, и пояс хочу. Берембола кручу, пояс хочу. И вот ты должен назвать ему прайс. Прайс для старика и для студента будет отличаться? Прайс ценовой или сложность экзамена? Нет, ценовой, ценовой. Нет, ценовой прайс должен быть для всех общий. А за красивые глаза там скидки? Только наценка, потому что из-за красивых глаз тренеру тяжелее оценивать. Отвлекаешь, понятно. Так и прайс какой ты видишь примерно? Тысяча долларов. Тысяча долларов? Тысяча долларов. Пояс от Миши Панкова, черного пояса, тысяча долларов. От независимого эксперта Михаила Панкова я попрошу черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Плюс, если тебе хочется этот пояс, у тебя душа горит, тебе кажется ужасно несправедливым то, что тебе следующий пояс не дают, ты должен готов быть заплатить за него большую цену. Потому что если ты приходишь, мне не дают пояс, я называю, тысяча долларов и экзамен. Тысяча долларов? Долго. Ну, наверное, не так уж сильно задета моя гордость, то о чем говорить-то? Не сильно тебе его и хочется. С другой стороны, мы еще в Москве, как бы все понимают, ребят, приходится как-то выживать тысячу долларов. Но я скажу, что вот мне кажется 300, это прям вот двадцатка. Двадцатка, и ты выходишь новым человеком, новым уровнем. А, или подожди, там курс, мы обсуждаем курс, получается, бабок уже. Егор, ты рифму на 300 знаешь? Ну вот, да. Это те, кто просит. А если приходит человек и объективно не сдает экзамен, но он тебе бабки платит, все равно получается. Он не получает пояс. То есть ты платишь деньги за возможность дать экзамен. Если ты не сдаешь экзамен, ты ничего не получаешь. Ты как бы отправляешься обратно, повышать свой уровень. А коуч получает заточку в почку. На тысячу долларов можно себе уже охрану нанять, в принципе. Аргумент. Я думаю, на этой теме мы закончили с Мишей. Итог какой? Итог, что такой человек, в принципе, возможен. И верно, на него даже будет спрос. Он должен стоить дорого, чтобы отсеивать людей, которых это сиюминутный порыв, которые сегодня думают, что им нужен пояс, а завтра уже передумали. То есть цена должна быть такая, чтобы человек отдавал деньги и четко понимал, что он идет на этот шаг. Этот шаг важен. Нельзя отнестись к этому наплевательски. Спасибо, Миша. Я не знаю, как мы должны заканчивать подкаст. Мы первый раз делаем, ребят. Можете рассказать, что вы думаете. Как-то так. Да, рассказывайте, пишите в комментариях, нужен, не нужен. Как бы вы отнеслись к этому человеку, если бы это был ваш друг? Ждем ваших мнений. Чтобы вы дали Мишу, если не по лицу. Какой другой вариант? И заточку в почку. Да-да-да. Спасибо всем.